Привет друзья! В известии опубликовали кадры запуска российского дрона Камикадзе Ланцет, и информации по дрону крайне мало. Производитель Зала Аэро дает лишь минимум данных. Барражирующий боеприпас выпускается в трех видах. Уменьшенная версия Ланцет-1, боевая часть дрона осколочно-фугасная, весом 1 кг. Время полета 30 минут на дальность до 40 км при скорости до 110 км в час. Взлетная масса дрона 5 кг. Второй вариант дрон Ланцет-3. Он крупнее и тяжелее. Взлетная масса дрона возросла до 12 кг. Боевая часть дрона дополнена вариантом с кумулятивным зарядом, весом до 3 кг. Время полета в зависимости от нагрузки уже доходит до 60 минут на дальность до 70 км при пиковой скорости до 300 км в час. Третий вариант барражирующего боеприпаса дрон Ланцет-3М. Модернизированная версия, получившая икс-образное крыло и малое икс-образное оперение в хвосте. Данных по этой модели нет, а также по дронам Ланцет-5 и Ланцет-10, о которых появляется иногда информация. Неясно, будет ли Ланцет-3М заменять версию Ланцет-3 или их будут выпускать параллельно. Одну известно точно, дрон постоянно улучшают. Все модели дрона имеют электрический двигатель, а сам он создан из пластика и композитных материалов, что затрудняет его обнаружение системами ПВО. Рабочая высота полета дрона от 50 до 500 метров. На практике, как оказалось, он может летать и ниже 50 метров. Дрон содержит три типа сменных систем наведения – координатную, оптико-электронную и комбинированную. Также есть телевизионный канал связи, который позволяет оператору визуально наводить дрон на цель. ВПЛА может оснащаться лазерным целеуказателем, датчиком поиска целей, газоанализатором и радиометром. Дрон может работать в режиме воздушного минирования. Подразумевается патрулирование воздушного пространства и уничтожение других ВПЛА. Кадров его работы в этом режиме пока нет. Множество кадров боевой работы дрона вы можете увидеть у нас на канале, а также по ссылке в комментариях к ролику. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр, мы осветим все.